Так, ну ладно, давайте начинать. У нас сегодня разговор про объектно-ориентированное программирование в Питоне. Но, возможно, вы ничего нового для себя не узнаете, потому что вы все умные. Вот скажите, вы насколько хорошо Питон знаете? С классами в Питоне работали? Да, да. Ну, на самом деле, это означает, что, ну, действительно, сегодня такой семинар для вас будет как повторение, скорее всего, потому что, ну, у нас же майнер, майнер же, вроде. Да, и кроме вас, скорее всего, никто не знает этой темы, вот, поэтому, да, давайте повторим. Если все вы знаете, ну, хорошо, сделайте там задание в конце и можете уходить. Но давайте я все-таки немножечко порассказываю, про задание расскажу. Так, возможно, вы знаете этот семинар даже лучше меня. Очень вероятно. Так, я буду показывать в коллабе. На гитхабе тоже есть этот семинар, там какая-то новая версия. Вот, но поскольку ее выложили очень поздно ночью, я не успела ее посмотреть. Вот, и будем по тому ноутбуку, который у меня есть, разбираться. Но при желании можете посмотреть, что там есть потом уже, что на гитхабе, там, по-моему, чуть больше всяких тонкостей. Вообще семинар и так большой. Вот, значит, смотрите, если вы все знаете, значит, проматывайте вниз, вот-вот сюда. Ну, вы можете это себе ноутбук скачать, я вам ссылочку скину. Так, где тут у нас самый низ ноутбука? И тут есть задание, видите? Можете его делать, ну, такое бонусное задание, да, это не домашка, это бонусное задание, просто на понимание. И присылать мне, я посмотрю. Хорошо, если кто-нибудь уже в течение семинара сделает это задание, вот, мы тогда посмотрим, как получается. Давайте тут про задание сразу скажу. Значит, у нас есть разные преобразования признаков, мы с вами уже обсуждали, есть и ванход кодирование, есть кодирование, лейбл кодирование. Кстати, кто-нибудь помнит, что такое лейбл-анкодер? Что он делает? Вот это что такое? Гажется, когда мы просто признаки, ну, я не знаю, что такое. Ну, мы берем признак, ну, категориальный, да, и просто номеруем категории подряд идущими числами натуральными. Вот. Часто, вот как реализация ванход-анкодера, она устроена так, что сначала мы кодируем категории подряд идущими числами, а потом эти числа переводим в ванход. Ну, вот здесь предлагается это как раз сделать. То есть вам нужно создать классы вот лейбл-анкодер и ванход-анкодер, наследуемые от абстрактного класса трансформер, которые делают, соответственно, лейбл-анкодинг и ванход-анкодинг. Вот. У вас должны быть fit, predict методы. И потом надо создать класс pipeline. Мы про pipeline еще не говорили, и я даже не помню, будем ли мы говорить. Вот. Ну, pipeline – это как бы последовательность каких-то действий. Вот. И в этом классе pipeline вы последовательно должны применить сначала лейбл-анкодер, потом ванход-анкодер для кодирования колонок категориальных. И вот можно попробовать применить ваши написанные классы к какому-нибудь датасету, можно попробовать на Титанике, с которым мы уже работаем. Вот. Это для тех, кто все знает. Займитесь. Вот. Ну, может быть, и для всех. Ну, давайте пройдемся по семинару. Значит, в принципе, ну, давайте поговорим, зачем нам… Что такое объектно-ориентированное программирование? Зачем нам про это говорить? Зачем нам нужны классы? Кто-нибудь скажет мне. Классы нужны, не знаю, для организации кода как-нибудь. Ну, то есть там всякая, например, капсуляция данных, когда, чтобы не вытаскивать наружу всю внутреннюю структуру, которую мы хотели бы оставить для удобства, классы – хорошо. Потому что мы говорим, давайте-ка мы не будем лезть внутрь, ребята, давайте-ка вы просто дергаете за ниточки, которые мы вам оставили снаружи. Они удобные, честно-честно. Ну, то есть если у нас есть какой-то такой сложный объект, в смысле объект, не как термин, да, а что-то, с чем мы работаем, да, у него есть много характеристик, много действий, мы их все собираем в класс, вот, который отвечает за работу с этим объектом, да, то есть там, условно, если у вас есть одна целочисленная переменная, ну, как бы и нормально с ней работать, а если у нас есть какой-то объект, который описывается разными признаками, разными действиями, вот это все можно собрать в класс и дальше уже работать с этим объектом, используя там метод этого класса. Хорошо, почему мы в нашем курсе проект говорим? Ну, потому что вам нужно будет писать код, возможно, нисколько вот прям в этом блоке, да, машинное обучение, в следующем блоке, когда мы будем с нейронными сетями разбираться, то есть в следующем семестре, там, через семестр, да, когда уже такие сложные задачи решаются с помощью, ну, таких серьезных алгоритмов, вот, то есть в нейронных сетях никуда точно без классов, потому что, ну, иначе там просто очень будет плохой код, вот, в любом случае про это надо что-то знать, хорошо, что вы знаете. Ну, давайте прям пройдемся по порядку, я вас буду иногда спрашивать, вот, а вы мне отвечаете. Значит, вот наш план, что мы хотим обсудить, как создать класс, методы класса, атрибуты класса и так далее, вот. Как создать класс? Собственно, надо написать класс и название класса. Вот, хорошо, чтобы название класса писалось в стиле camel case, то есть без нижних подчеркиваний, слова склеены из больших букв, вот, camel case. Вот, этот класс не делает ничего, просто вот это пример, да, и когда мы создаем объект класса, то есть мы пишем название со скобочками. Все, мы объектов класса можем много создать. Сколько хотим, столько и создаем. Первый, второй объект и так далее. Вот. Класс. Значит, дальше. Методы класса. Это функции, которые наши объекты… Ну, функции действия, которые мы можем делать с нашими объектами. Функции внутри класса. Вот. Здесь никаких методов нет, здесь ничего нет, это пустой класс. Давайте теперь напишем класс с методом. Ну, смотрите, сегодняшний ноутбук – это такой галопом по Европам, по всему ООП. Ну, не по всему, по таким основным моментам. Вот. Ну, смотрите, давайте напишем класс, у которого есть один метод, который что-то делает. Вот. Давайте нарисуем гуся. И создадим класс, который нам будет этого гуся печатать. Вот. Класс гусьпринтер, и в нем будет один метод. Ну, функция, да? Которая, если мы, значит, этот метод вызовем, то она напечатает нам гуся. Ну, давайте я вас спрошу, что тут такое self? Что это такое? Это ссылка на сам объект. Да. Это ссылка, ну, как бы, на объект этого класса, да, с которым мы работаем. А вот эта стрелочка, что это означает? Это для большего удобства, это типизация, в данном случае, возвращаемого параметра. Она говорит, что ничего не возвращает. как бы. Да, я же говорила, вы все лучше меня знаете. Вот. А, в принципе, мы всегда должны вот эту штуку писать? Или как-то без них? Останавливая, она-то, в общем-то, на работу кода, насколько я помню, никак не влияет. Она чисто для читающего. Да. Да. То есть вот эти стрелочки, они не обязательно их писать, то есть только для нашего понимания, чтобы нам удобнее было понимать, что происходит. Хорошо. Да. Ну, соответственно, как нарисовать гуся через класс. Значит, мы создаем объект класса. Вот он, гуспринтер. И потом обращаемся к методу класса, то есть объект, точка. И вот, собственно, что мы хотим сделать. Ну, в данном случае, только напечатать гуся. Вот. И должен напечататься. Вот так. Здорово. Давайте пойдем дальше. Дальше. Теперь давайте поговорим про атрибуты класса и про конструкторы. А вы какой-нибудь язык, кроме питона, знаете? Ну, русский вот. Ну, русский – это хорошо. Но язык программирования. Ну, не знаю. Агул, пролог, что там еще, мы знаем. То есть страшные слова-то не говори такие. Ну, ладно. Да, действительно, я сама такого не знаю. На первом курсе давали какие-то там языки разные всякие были. Разные. Хорошо. Вот. Ну, ладно. Тут просто интересно было бы посравнивать, что там в других языках программирования там с классами, с конструкторами. Такого убожества нигде нет, насколько я знаю. Не, ну, я вот знаю еще один язык программирования. Плюс-плюс, да? Там есть конструкторы класса тоже. Да, но там никто не пишет через два нижних подчеркивания и нет. Ну, это да. И первым параметром тоже никто не передает. Окей, да. Ну, слушайте, здесь это считается красиво. Так что давайте. Да и внутренняя часть по сути почти такая же. Не знаю, чего жаловаться. Ладно, ну, хорошо, еще поговорим. Собственно, зачем нам нужен конструктор? Можно ли как-то без конструктора обойтись, как вы считаете? Ну, да. Ну, вообще говоря, можно, да, но в целом, если, значит, у нас, у объектов нашего класса могут быть какие-то переменные. Так, что-то вы пишете. А, ну да, можно, да. Ну, если у нас есть какие-то переменные, с которыми мы хотим дальше работать, там, как-то они внутри, там, методов используются, то круто, если у нас будет конструктор, в котором мы как раз можем вот эти переменные задавать, да, то есть мы объявили объект класса и вот говорим, чему равны значения атрибутов. Ну, вот, например, мы создаем класс, который, ну, что, типа, точку на плоскости представляет. Кстати, такое часто делают. Вот. У точки две координаты, и мы их задаем при создании объекта. Вот. Поэтому хорошо бы, чтобы здесь был конструктор, вот, и нит с нижними подчеркиваниями, с двумя, действительно, вот, он всегда и нит. Он принимает вот на вход два числа целочисленных. Вот, смотрите, тоже вопрос. Смотрите, x двоеточие, int, y двоеточие, Вот эти двоеточие нам обязательно здесь писать? Это что-то, без чего код не сработает? Или это тоже для красоты? Нет, они тоже чисто для чтения, только они, во-первых, упрощают, ну, просто понимание, а во-вторых, насколько я помню, во всяких IDE, им обычно становится, точнее, IDE верит, что это будет так, и позволяет вызывать всякие методы объекта. То есть, до этого он такой, я не знаю, что это за объект, я не знаю, какие у него есть методы. А если ему честно сказать, что это будет, например, строка, он скажет, а, ну, со строкой я работать умею. Вот тебе скрип, вот тебе там, join, вот тебе еще что-нибудь. Ну, да, да, все так, в общем-то, ничего не добавить. В целом, если не хочется этого всего писать, то можно просто написать x,y без всяких стрелочек, такой минимализм. Но можно написать подробно. Окей, значит, мы создаем конструктор, и здесь присваиваем значение, которое мы задали, координат. Окей, мы можем написать функцию, какой-нибудь метод, который нам что-нибудь делает. В данном случае просто печатает на экране координаты. У нас уже такой класс получился, такой не пустой, в общем, что-то делает. То есть мы создали точку с двумя координатами, вот, напечатали. Класс. Ну вот. Хорошо. И едем дальше, будем усложнять. У нас есть разные магические методы, ну, которые как-то удобнее делают работу с нашим классом. Вот. Магических методов очень много, они все пишутся вот через два нижних подчеркивания с начала и с конца. Вот. Ну, давайте про парочку из них поговорим. Например, вот есть методы стр и репр. Вот. Про них знаете все? Как? Тустринг в нормальных языках называется вроде. Ну, это чуть разные тустринги из-за того, что питон умеет вот в такие штуки вроде вот как раз того самого Калаба или Юпитера. У него есть некоторые различия. Собственно, про репр, насколько я помню. Ну, смотрите, короче, да. Это вот только для нашего удобства вот эти методы. То есть метод стр, он у нас вызывается, когда мы пишем принт от объекта. Если у нас этот метод не реализован, то будет что-то некрасивое, ну, как что-то просто объект класса. А мы можем сами как-то определить метод стр, чтобы печаталось что-то, что мы хотим, что-то красивое. Метод репр, в общем, тоже самое делает. Он тоже печатает, как мы захотим красиво информацию про наш объект, но он его печатает просто, когда мы ну, просто выводим объект, не пишем принт, а просто выводим объект в консоли. Вот, он так скорее для дебага нужен. Если у нас нет метода стр, то как бы вместо него будет вызываться репр. Соответственно, давайте посмотрим. Вот, если мы просто напечатаем нашу точку, то есть объект класса point2d, то вот мы увидим, что это вообще, что это, что эта информация для нас несет. Ну, адрес в память. Ну, просто адрес, да, и все. Тип, класс объекта. Тип и адрес, И какой-то адрес. Да, вот. Мы хотим что-то более симпатичного, адрес, наверное, нам ничего не скажет. Давайте реализуем вот эти методы стр и репр. Хорошо. Добавим их в существующий класс. Значит, стр будет красивенько печатать. Он будет нам печатать, что это двумерная точка, то есть, по сути, мы понимаем, что это с заданными координатами. Ну, метод репр, такой более сокращенный, он будет говорить просто это point 2D, то есть, название нашего класса просто, с координатами. Вот, то есть, теперь давайте сначала напечатаем точку, вызвется метод стр, должен быть, а потом, когда мы просто point 2D вызовем, то должен вызваться метод репр. да, вроде так и есть. вот, после теперь, когда мы print делаем, теперь у нас что-то симпатичное вылезает, что-то понятное человеку, ну, а когда просто пишем объект класса тоже, в принципе, у нас вылезает уже что-то более понятное, чем вот это вот. Ну, в целом. Хорошо. Ну, какие-то методы, такие, не суперобязательные, но они делают восприятие происходящее чуть более удобно. Вот, магических методов много, разных, куча на самом деле. Вот, можно переопределять разные операции. То есть, изначально по умолчанию наши объекты созданного класса, с ними нельзя проводить какие-то математические операции. То есть, что означает складывать две точки? Изначально мы не понимаем. Ну, то есть, мы не объяснили Python, как складывать две точки, надо объяснить, что, в принципе, они складываются по координатам, да, там, вычитаются по координатам и так далее. Ну, если действительно так, если это вектор, например. То есть, мы вот этот значок сложения должны переопределить. Для этого мы можем, в принципе, магические методы определить. Например, так. Вот, сложение переопределяем. Что значит сложить? Значит, тут у нас два аргумента. Это указатель на объект класса, с которым мы работаем, и какой-то другой объект. То есть, текущая точка и другая точка. Вот мы хотим прибавить, сложить эти две точки. То есть, по сути, сложить точки означает создать точку, где координаты являются суммой координат вот этих складываемых точек. Вычитание точно так же, только разность. В принципе, да, мы тут тоже можем, если хотим, можем как бы уточнить, что можем все вот эти пояснения опустить, можем писать, что адр это точка, тоже точка, и возвращает наш метод тоже точку. Вот, и теперь мы, в принципе, можем складывать точки, то есть, вот этими магическими методами мы переопределили операции, стандартные операции сложения и вычитания. И это здорово. Нам все-таки удобнее работать с плюсами и минусами. Есть всякие вариации этих операций, то есть, как это называется, с присваиванием операций. То есть, не создаем нового объекта, текущие изменяем, это будет и add, и sub, и так далее. То есть, это аналог плюс равно, минус равно и так далее. Ну, Но тут есть тонкости, что в целом, если мы не зададим эти методы, неопределим их, то и так будет работать. То есть, Python сам поймет, что значит плюс равно, если мы и так уже задали плюс. Но, если мы эти методы не переопределим, то это будет действительно не in place, то есть, мы не модифицируем объект, а мы все равно будем создавать новый объект. Ну, то есть, вот видите, мы, вот, плюс равно, мы с вами не задавали этот магический метод, но все равно он работает, но работает не так, как нам бы хотелось. Да, то есть, смотрите, вот у нас была точка, ну, какой-то у нее есть там ID, да, место в памяти какое-то. Если бы плюс равно работал, как мы хотим, то, когда мы к этой точке прибавили другую точку, этот объект в памяти тот же самый бы остался. Ну, вот мы видим, что поскольку мы не переопределяли вот этот E-Ad, Inplace Ad, то это на самом деле уже другой объект у нас. Ну, ладно, поехали дальше. Еще раз напоминаю, если вы не сразу посключились, если вам все это понятно, вот, вы, в принципе, можете делать, что хотите, но я вам советую прокрутить в конец этого ноутбука, и там есть задание уже более близкое к тематике нашего курса, вот, поработать с классами надо и создать разные трансформеры, например, лангкоденкодер, лейбл ангкодер, попробуйте их применить к датасету Титане. Так что жду ваших решений. Хорошо, а мы продолжаем разбираться с классами. Так, ну вот мы можем добавить вот эти методы in-place сложения, in-place вычитания, да, то есть переопределить их явно, да, через плюс-равно, и тогда мы уже должны не новый объект создавать, когда вызываем плюс-равно, а изменять текущий объект, то есть его адрес не должен поменяться, давайте проверим. Действительно, создали точку, поскольку мы эти магические команды переопределили, вот, то есть теперь плюс-равно будет изменять текущий объект, ведь адрес у него остался как был, это хорошо, вот, а не создавать новый. Ну вот. Ну, еще всякие разные штуки есть, можно сравнивать два объекта, опять же, мы две точки, что значит сравнить два, ну, две точки, да, два объекта класса Point 2D. Как бы, ну, мы понимаем, что сравнить две точки, две точки равны, если у них координаты одинаковые, да, вот, то есть вот эти точки А и Б, они в целом должны быть равны, но если посмотреть на то, что питон про это думает, вот, на самом деле он говорит, что точки разные, да, почему? Потому что по умолчанию, да, если питон не знает, как сравнивать, он сравнивает, ну, два объекта считает равными, если это просто, ну, один и тот же объект в памяти, то есть если это указатель, один и тот же объект в памяти, вот, ну, в данном случае мы создали две разные точки, они в памяти лежат в разных местах, поэтому питон считает их разными, вот, поэтому мы опять же должны переопределить наши методы, то есть вот ик, да, эк, не знаю, вот, то есть мы должны научить питон сравнивать два объекта класса поинт 2D. Не, это, соответственно, не равно лт, кто-нибудь знает, что такое лт? Меньше чем? Да, меньше или равно, наверное, вот, ле просто меньше, ну, значит, ну, это больше, ну, ле, это вроде бы less equals, и less than. А, да? Ну, Наверное, да, то есть ле меньше или равно, а лт, типа, меньше чем. Да, наверное, вот, ну, короче говоря, мы должны что-то из этого определить внутри класса, ну, например, если вы равенство определите, то неравенство, притон, ну, как он сам догадается, вот, ну, давайте определим сравнение, операцию сравнения, вот, и call, да, зададим, то есть мы скажем теперь, что два объекта, ой, извините, два объекта у нас одинаковые, если совпадают х-координаты, совпадают у-координаты, все, и теперь, значит, объекты можно сравнивать, и операцию неравенства тоже питон выводит автоматически, вот, теперь вот, а что-то, а, ну, все правильно, равные точки, питон говорит, что они равны, а неравны, неравны, все хорошо, ну вот, то есть с операцией равенства-неравенства хорошо, с операциями сравнения, ну, тут как бы питон менее уверен, то есть если вы операцию больше задали, то меньше не равно, ну, питон не поймет, что это такое, вот, придется самим задавать, вот, окей, что тут у нас дальше, ну, тут еще список того, какие у нас еще полезные, магические методы, новый объект создать, удалить объект, куча всего еще, на самом деле, просто куча всего, вот, можно эти методы переопределять, вот, для того, чтобы удобно с классом работать. Хорошо, но давайте вот как раз тут копия-дип-копия под конец, давайте поговорим про копирование, значит, ну, сейчас я вас тоже поспрашиваю, ну, создаем точку, да, и говорим, что вот, а это наша точка, да, с координатами 3 и 4, потом мы создаем как будто бы новую точку B равную A, вот, это вторая точка, да, и, то есть, B это точка с координатами 3 и 4, а потом меняем x-координатами точки B на минус 1, то есть, мы что хотим, мы хотим создать точку B, она изначально с координатами 3 и 4, а потом мы поменяли у B координату на минус 1, вот, и мы ожидаем, что у нас теперь есть точка A с координатами 3 и 4, и точка B с координатами минус 1 и 4, но вот мы печатаем точку A, и оказалось, что у нее координата тоже поменялась, почему так? Ну, потому что мы присвоили ссылки B объект A и поменяли по ссылке B какое-то свойство, и, соответственно, короче, это два указателя на один и тот же объекта. Ну, на самом деле, объект у нас, да, один и тот же, просто у него теперь два указателя, да, A и B, они все указывают на один и тот же объект, поэтому, если мы что-то одно меняем, да, то и второй, ну, как бы сам объект тоже изменится. Как сделать так, чтобы, собственно, B поменялся, а A не менялся? Для этого у нас есть модуль копия и функция копия. которая, соответственно, копирует наш объект и позволяет нам сделать так, как мы хотим. Значит, вот сюда надо смотреть. Соответственно, мы создали точку A, мы ее скопировали, да, это какой-то новый объект у нас появился, и теперь мы, если меняем какие-то координаты, там, какие-то атрибуты B, то A не меняется. это то, о чем мы хотим. Хорошо. С точкой мы разобрались, то есть в данном случае нужно именно копирование делать, да, иначе у нас просто один тот же объект. А теперь давайте возьмем список. Как вы думаете со списком, если мы хотим скопировать список, то точно так же надо делать? Тоже копии или как-то по-другому? Можно срезом. То есть мы можем просто взять и сказать, что новый список это полный срез старого. А через копию сработает? Ну, если мы новый список, скажем, что это копия точка копия от старого. Надо рекурсивные элементы копировать, иначе... Да, но тут, да, видите, вы все знаете. Страшно не должно быть в районе. Не-не, копия это просто типа наберет... Прочитаем, дип-копия нужен. Я за спойлери я уже прочитал. Там, возможно, для изменяемых объектов. То есть, если бы мы, например, копировали список списков... То есть, если бы список интов был... А тут вот еще можно как-то поизворачиваться. Возможно, нам хватит и простого копии, и простого среза. Раз у нас число. Число, что ты делаешь? Число не поменяешь никак. Давайте проверим. Я думаю, что, может быть, с числами действительно все сработает нормально. Давайте проверим. Значит, создадим список... Как бы его назвать? Давайте... Ладно. Вот первый список, да? Потом мы создаем какой-то новый список, который равен типа старому. Вот так. Да? Говорим, что в новом списке мы хотим первый элемент сделать единичкой. Вот так вот. Так. И давайте выведем старый список. Вот так вот. Вот так вот. Ну, старый список тоже поменялся. Теперь давайте через копию попробуем. То есть, новый список это старый список. Как это пустится? Или нет? Нет. Копию точку копим. Вот так нам нужно, да? Новый список это... Мы копируем старый. Вот так. Вот, да. Со списком из чисел нормально, в принципе, работать. Но если бы там было что-то более сложное, то просто копирование нас бы не устроило. потому что на самом деле просто копирование, оно, ну, собственно, копирует значения, да? Если бы внутри списка были бы, там, я не знаю, еще списки или еще какие-то составные объекты, то нам нужно было бы deep copy, да? Давайте просто на примере покажу. Если у нас есть какой-то там составной объект, то есть внутри объекта есть какие-то сложные объекты, вот просто копирование, оно не скопирует нам информацию по всем атрибутам. И нужно использовать глубокое копирование, которое прям, ну, действительно дойдет там до значений всех и скопирует прям эти значения. Вот, допустим, мы создадим класс студент. У студента есть имя и список курсов, которые студент проходит. Вот, name, ну, это вроде простая переменная, вот, а есть еще список, список курсов, да, то есть вот мы создаем студента, вот, это студент Ваня, и он, допустим, вот, проходит там линейный алгебр, алгоритмы и курс по машинному обучению. Вот, и мы можем вот этот объект скопировать тремя разными способами. Вот, использовать метод deep copy, метод копия, ну, и как будто бы, типа, не копировать, да, вот. И можно посмотреть результат применения вот каждого из этих методов. Давайте посмотрим. Что мы сделали? Первое, давайте поработаем вот с глубокой копией, не знаю. Вот, мы создали student deep copy, это вот мы полностью скопировали студента. Поменяем у него имя, у этого студента, и поменяем какой-нибудь из предметов. То есть, он не линал посещает матан, например. Вот, и давайте посмотрим, значит, что произошло. Значит, до изменений вот наш студент был. Теперь мы вот этой копией, которую мы с помощью deep copy сделали, изменили имя и изменили один из предметов. Вот, все хорошо. Смотрите, исходный студент, он никак не поменялся. То есть, deep copy, она действительно, эта функция создала нам полную копию нашего объекта, и если мы в новом объекте делаем любые изменения, то исходный объект не меняется. Это хорошо. То есть, мы полностью скопировали объект, все круто. Вот, если же мы просто копию делаем, да, использовали не deep copy метод, а копию. Тогда давайте попробуем поменять тоже имя и какой-нибудь предмет, да, и посмотрим, как это, значит, у нас отражается на объект. Смотрите, значит, исходный студент, вот он у нас, а вот это тот, который просто был скопирован с помощью копии. Мы поменяли имя, действительно, имя поменялось, имя у исходного студента не поменялось, но это такая простая переменная. А вот когда мы сделали изменения в списке предметов, да, вот мы поменяли в скопированном студенте матан, ой нет, линал на экономику, то у исходного студента тоже поменялся предмет. То есть получается, что метод копию, он не смог создать нам полную копию нашего объекта, да, получается, что вот этот список, да, он один и тот же. Почему так произошло, еще раз, объясните мне. Ну, потому что список внутри студента, это изменяемый объект, соответственно, а просто копия не знает, что объект бывает изменяемый и копирует себя в тупую. Да, да, вот, значит, внутренний наш объект, изменяемый объект, поэтому метода копия нам не хватает, нам нужно, чтобы метод нам зашел внутрь вот этого изменяемого объекта, по всем ссылочкам прошел и все-таки до значения добрался, вот, то есть дип-копия здесь нужна. Ну, если вообще не копировать, а просто присвоить два объекта, ну, присвоение сделать, то, понятное дело, что любое изменение, ну, как бы, любое изменение изменит нам объект, даже если у нас теперь это как будто бы новый объект, на самом деле это старый объект, да, у нас же просто присвоение было, и поэтому исходный объект тоже меняется. Хорошо, правильно поговорили? Дальше какие-то такие более хитрые штуки у нас, значит, давайте поговорим про getter, setter, а кто-нибудь, вот если вы не смотрели ниже ноутбук, кто-нибудь знает про что это? Что делает? Getter, setter? Ну, один делает get, другой set. Ну, вообще все это знаете. Ну, если вы это знаете, хорошо, давайте все равно я пройду по ноутбуку, но не буду тогда вам вопросы задавать лишние, давайте на примере разберем. Ну, смотрите, опять же, мы это разбираем, потому что кроме вас это на майнере никто, скорее всего, не знает. Вот у нас есть класс термометр, про термометр что-то, про градусник. на градусник есть какая-то температура. Вот мы задаем этот термометр температурой какой-то. То есть мы можем, в принципе, создать объект класс термометр и сказать, что там температура 10 градусов по Цельсию. Но тогда, если мы ничего больше не напишем, мы можем задавать, в принципе, любую температуру, даже некорректную. Вот температура минус 10 тысяч градусов мы можем задать и все окей. Это плохо, потому что такой температуры не существует. Мы можем по-разному решать эту проблему. Можно написать, например, метод класса, который проверяет нам температуру. Там, с этой температуры, с чем, задает температуру. То есть мы говорим, что если заданное значение меньше минимальной возможной температуры, то ошибку выдаем. А если нормально, то задаем температуру. И тогда в ините, в конструкторе мы вызываем вот этот метод set temperature. Так, в принципе, сделать можно. Но в этом случае у нас есть некоторые проблемы. Проблемы, во-первых, это не очень удобно. Во-вторых, если у нас есть какой-то код, который использовал просто temperature напрямую, а не set temperature, то этот код будет работать некорректно. Вот, мы можем использовать вот эти getter и setter, чтобы не создавать какую-то дополнительную функцию, новую. Также можем проверять значение наших атрибутов. Значит, смотрите, с помощью декоратора property мы делаем сейчас скажу, мы делаем, как это правильно сказать, атрибут методом. То есть, теперь вот температура это у нас метод. Вот, и когда мы создаем объект класса, в конструкторе мы вызываем уже метод. То есть, температура теперь метод. Здесь мы в этом методе присваиваем значение температура. И теперь мы можем с помощью декоратора setter, вот, не создавая новых по названию методов, проверять значение или что там, что еще хотим другое делать с нашей температурой. То есть, здесь мы просто уже, видите, не создаем новых по названию методов, и просто то же самое делаем, проверяем значение температуры. Вот, то есть, в данном случае мы можем работать с классом, с объекта, с атрибутами класса, как и раньше. Да, вот мы пытаемся, мы создали термометр, мы пытаемся изменить температуру, говорим, что минус 10 тысяч, но вот теперь мы, когда так делаем, внутри нашего класса автоматически вызывается метод temperature, потому что температура, она теперь как метод ведет себя и проверяется, что температура некорректна. Окей, так можно делать. Хорошо, раз вы это все знаете, идем дальше. Но расскажите мне тогда, что такое static метод и класс метод, зачем они нужны? Ну, вкратце, это наша следующая тема здесь. Статик метод нужен для того, чтобы мы могли вызывать метод не от объекта класса, а просто метод. производить. Да, если у нас есть, а зачем вообще тогда static метод нужно внутрь класса записывать, если мы не от объекта? Потому что он тоже относится к классу. Он как-то с ним связан, но от объекта его вызывать не имеет никакого смысла, ну, тогда можно сделать так. Ну, то есть, вроде бы иногда делают такие, как, скажите, например, парсеры, которые создают объект из строки, образно говоря. Он же не относится к объекту, потому что у нас пока объекта никакого нет. Ну, и просто вызывать реконструктор может быть нельзя. Вот, отличный вариант. Да, ну, то есть, по логике, да, этот метод, он как-то логически связан, да, с нашим классом, но к объекту никакого отношения не имеют, да, вот, поэтому этот метод можно сделать статически. Да, все правильно. Допустим, в нашем случае мы можем научиться переводить температуру из градусов по Цельсию в градус по Фаренгейту и обратно. Вот, в целом, вот этот перевод, он задается некой формулой, да, вот как здесь, он как к конкретному термометру не привязан. Нам не обязательно знать, что это конкретно термометр, чтобы перевести температуру из Цельсия в Фаренгейт. Поэтому вот этот метод лучше сделать статически, вот, и вот мы его сделали статически, теперь он уже не ссылается на данный объект, потому что он не привязан к конкретному термометру, он просто переводит значение, да, из одной шкалы в другую, и, да, мы можем, опять же, не привязываться к конкретному объекту класса, чтобы сделать перевод. Вот, хорошо, это статический метод, а класс метод что такое? Вот это, честно говоря, какая-то бесполезная фигня, потому что, насколько я помню, она вместо объекта класса принимает просто класс, то есть, как бы, знание о классе, но зачем оно вообще надо, хоть раз, не малейшего понятия, ну, то есть, видимо, оно зачем-то нужно, раз его сделали, но как будто бесполезно, и не совсем понятно, как укладывается в идеологию. Ну, да, действительно, у нас, значит, есть методы, которые, ну, как бы, опять же, не привязаны к конкретному объекту, но они используют знание о том, что у нас, знание о классе, вот, это класс метод, так, по-разному можно его использовать, значит, например, вот решить некоторую проблему с конструкторами можно с помощью класс метода, значит, когда мы работаем с конструкторами в питоне, ну, насколько я помню, может, что-то изменилось, ну, в отличие, например, от C++, второй язык, который я немножко знаю, вот в C++ мы можем создавать несколько конструкторов внутри одного класса, которые, виду, там, немножко по-разному объектам создают, то есть было бы круто, например, уметь создавать термометр с заданной температурой поцельщию, да, вот как мы здесь сделали, а еще было бы круто, вот, чтобы тот же термометр можно было создавать, например, с заданной температурой по Фаренгейту, да, вот, но мы так вот не можем, мы не можем создать несколько конструкторов внутри одного класса, вот, у нас у класса там максимум один конструктор, это, ну, какая-то такая проблема, вот, например, вот класс метод можно использовать для обхода этой проблемы, то есть мы можем научиться, научиться создавать термометр ну, из температуры по Фаренгейту используя класс метод, давайте посмотрим, как это делать, вот, давайте создадим класс метод, который нам, значит, что делает, мы хотим, что, мы хотим, как бы, аналог конструктора нового создать, мы хотим задать на вход температуру по Фаренгейту, и в итоге мы хотим, чтобы у нас создался объект, термометр, из температуры по Фаренгейту, изначально объекта то у нас нету, но мы хотим воспользоваться тем, что мы знаем о том, как себя ведет термометр, да, то есть наша функция, она принимает класс, и температура по Фаренгейту, а на выходе мы получим объект, термометр, значит, сначала что мы сделаем, мы из температуры по Фаренгейту получим температуру по Цельсию, как мы это получим, но у нас же в классе есть метод, который умеет делать перевод из одной в другую температуру, вот, то есть мы используем знания о нашем классе в данном случае, да, не о конкретном объекте, а просто о классе, вот, то есть мы из класса берем перевод из Фаренгейта в Цельсию, все, значит, по температуре в Фаренгейтах мы получили температуру в Цельсию, и теперь вызываем конструктор класса, то есть теперь мы создаем термометр уже, как мы умеем, по температуре в градусах Цельсия, вот, ну вот, например, так можно использовать класс метод, один из примеров, то есть мы в данном случае, ну, как бы создали, типа, аналог второму конструктору. Мы не могли то же самое проделать просто со статик методом, то есть, ну, нельзя вызвать из статик метода, когда тот же самый, там, Фаренгейт в Цельсию, или конструктор, ну, конструктор вызвать просто ретерн, там, название класса со скобочками. Просто не создавая, да, этот аргумент. Ну, да, как будто он не сильно нужен, как будто его можно убрать и, или заменить на название класса на самом деле, и все будет хорошо. Могли бы. Наверное, могли бы, да. Да, я думаю, могли бы, да. Сейчас я еще пришлю ссылочку, как еще можно класс метод использовать. Сейчас я себя куда-то сохраняла. Ну, просто даже покажу. Сейчас. Сейчас. Так, ссылку тоже пришлю. Мне понравился вот этот пример. про класс метод. Что мы не привязываемся к конкретному классу. Вот это мне понравилось. Смотрите, у нас есть некоторый класс. мы хотим как бы посчитать количество объектов этого класса. И вот мы создаем класс метод, да, который нам, он не привязан к конкретному объекту, он привязан к классу, видите, и он нам просто выводит вот это значение атрибута total object. и посмотрите, посмотрите, как он работает. То есть в конструкторе мы что делаем? Мы берем и total object увеличим на единичку. То есть мы создаем в данном случае три объекта класса, это разные объекты, а потом вызываем вот этот метод total object. То есть он как бы ни к какому конкретному объекту не привязан, но он при этом считает нам количество объектов данного класса. То есть вот этот total object в данном случае выводит нам значение три. То есть мы используем информацию просто о классе и не привязываемся к конкретному объекту. Ну, вот еще один способ использовать класс метод. Хорошо, давайте пойдем дальше. Ну, про наследование вы тоже все знаете, да? Ну, хотелось бы верить. Как сегодня сложно. Ничего нового вам не могу рассказать. Ну, ладно, это один такой семинар, я надеюсь. Я все жду, пока вы решите, кстати говоря, последнее задание, которое в ноутбуке. наследование. Мы можем, я даже не знаю, но хорошо, все равно расскажу. Вот у нас есть какой-то класс, мы можем создать класс наследник, то есть ребенок этого класса, и тогда в наследнике мы можем использовать все методы класса родителя, какие-то методы новые можем создавать, какие-то методы можем переопределять. вот, хорошо, давайте посмотрим, например, вот у нас есть класс человек, person, и он ничего не умеет, кроме как представляться. Вот, мы задаем в конструкторе имя этого человека, ну, и затем мы можем определить, например, метод introduce, человек, который будет здороваться. Вот, мы создаем человека по имени Дима, и потом человек может здороваться, он говорит, вот, hello, my name is Дима. Хорошо, давайте уточним, что за человек, мы можем создать классы teacher, student, они будут наследоваться от просто человека, это какой-то более частный случай, частный случай человека. Значит, мы можем использовать супер, в этом случае что мы делаем? Вот, смотрите, в конструкторе teacher мы используем супер, тогда при использовании метода супер у нас будет просто вызываться конструктор класса родителя. Мы можем супер использовать не только в конструкторе, в переопределении любой другой функции. Значит, супер отправляет нас к родителю и использует собственно метод, который мы указали у родителя. Зачем это нужно? Ну, чтобы не дублировать код, да, мы в данном случае мы тоже хотим задать имя. Вот, зачем это делать, если у нас уже в родителе написано, как задается имя. Но кроме того, у учителя мы можем еще какие-то другие аргументы задать, например, дисциплину, которую учитель преподает. Ну, вот, соответственно, имя мы задаем так же, как у родителей это делает, и дисциплину мы по-новому задаем. То же самое у студента можно делать. Вот, имя мы задаем как у родителя, а оценочки отдельно задаем. Ну, и хорошо. Извините, я не буду запускать, в общем. Все работает как надо. Вот. Опять же, супер в любых других местах тоже можем использовать. Что дальше? Ну, вот, например, супер мы можем использовать в переопределении функции introduce. В принципе, если функцию не переопределить у наследника, то можно использовать этот метод из класса родителя. Но в данном случае мы хотим расширить функционал этого метода. Мы хотим, чтобы человек не только здоровался, но и говорил, что он там делает. Значит, в данном случае что происходит? Сначала мы вызываем метод у родителя, там человек просто здоровается, а потом мы говорим, что там человек что-то еще делает. Ну, вот учитель, он сначала здоровается, а потом говорит, что он преподает. Значит, Евгений преподает машинное обучение. Хорошо. Мы можем новые методы задавать, которых в родителей нету, метод уже привязан к классу студент, например, у студента можно еще узнать, какие предметы, например, студент сдал, какие не сдал. Это относится конкретно к студенту, к человеку, в общем случае это не относится. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Вот у нас на самом деле наследников, у нас может быть много детей у класса, а может быть даже много родителей. И вот в каком порядке мы обходим родителей, чтобы понять, к какому методу мы обращаемся, к реализации метода, мы можем вызвать вот как это называется, использовать атрибут класс, который называется MRO, вот, метод resolution order, и мы можем посмотреть, в каком порядке мы будем обходить родителей, чтобы понять, какой же мы там метод в итоге вызываем, какую реализацию. То есть, когда мы, например, метод introduce вызываем у студента, то сначала мы пытаемся у самого студента этот метод найти, вот, если его там нету, то мы пойдем к родителю в person, и там будем вызывать метод introduce. Вот, если и там нету, то ошибочку вынесли. Хорошо, осталось два момента обсудить. Что такое абстрактные классы, зачем они нам нужны? Скажите. Абстрактные классы это те, у которых нельзя создать экземпляр. Так что, если мы хотим сделать что-то, у чего нам экземпляр точно не нужен, например, как это делать иногда с какими-то геометрическими фигурами. Говорят, что у всех фигур есть общий предок, это абстрактный класс фигуры. Создать фигуру просто без объяснения каких-либо свойств, не надо нам такого, не хотелось бы. Поэтому используют абстрактный класс, который создавать экземпляры не умеет, но умеет делать вроде как заготовки под методы для потомков и что-то там еще свое умеет. Ну да, вот здесь с геометрическими фигурами такой пример и есть. То есть мы хотим, чтобы у каждой фигуры она умела как сказать, у каждой фигуры, чтобы можно было вычислить какие-то характеристики, площадь, периметр, не знаю, что еще, объем. То есть мы хотим, когда будем создавать классы под каждую фигуру, мы хотим какую-то такую строгую проверку, чтобы мы не могли создать фигуру, у которой условно невозможно площадь посчитать. Поэтому мы сначала создадим абстрактный класс, и от него будем наследовать все наши другие фигуры. То есть вот мы создадим класс shape абстрактный и скажем, что у нас есть методы посчитать площадь, посчитать периметр. И дальше у каждого ребенка, который будет наследоваться от этого класса, у него вот эти методы должны быть обязательно определены, иначе возникнет ошибка. Это такая жесткая проверка, чтобы мы сами не ошиблись. Ну вот, например, мы взяли какую-то фигуру, создали bad shape, которая наследуется от абстрактного класса фигура, и у нее вот мы не определили вот эти методы площадь и периметр. Посчитать площадь, посчитать периметр, все плохо, нам говорят, нет, таких фигур не должно быть, мы у фигур должны уметь считать площадь и периметр. Видите, не определили эти методы, не переопределили. Давайте создадим нормальные фигуры. Ну, собственно, да, объект абстрактного класса мы тоже создавать не можем. Давайте создадим окружность и круг и прямоугольник, которые наследуются от абстрактного класса. И по-хорошему их зададим. У круга мы показали, как посчитать площадь, как посчитать периметр. И у прямоугольника тоже мы показали, как считать площадь и периметр. Здесь все корректно. И мы можем создавать теперь объекты этих классов. Значит, давайте проверим. Например, теперь мы можем писать какие-то функции, которые могут работать с фигурами, со всеми фигурами, без уточнения, в общем-то. Просто мы скинули в мешок разные фигуры, и мы можем к ним одни и те же методы применять, потому что мы уверены, что у всех фигур есть площадь и периметр. Например, можем написать функцию, которая считает площадь всех наших фигур, неважно каких, сумму площадей. То есть мы создаем список наших фигур, они все фигуры от шейп наследуются, проверяем. Значит, если они у нас действительно все фигуры, то мы просто считаем сумму их площадей, потому что у каждой фигуры есть площадь. То же самое мы можем сумму периметров посчитать, если нам надо. Проверяем, что действительно можно посчитать сумму, все хорошо. Если же мы в список фигур подали не фигуру, то есть она не наследуется от шейп, видите, то есть у нас есть круг, квадрат и не фигура. Ну тогда мы получим ошибку, что это не фигура. Хорошо, про абстрактные классы поговорили. Значит, в машинном обучении тоже есть абстрактные классы. А как вы думаете, где там у нас абстрактные классы нужны в машинном обучении? Класс-модель, наверное, будет довольно абстрактным. Да, класс-модель довольно абстрактный. Мне кажется, класс-трансформер, от которого мы, по идее, будем наследоваться, например, в том же самом задании. Ну да, да. Тоже довольно абстрактный. В общем-то, да, любая модель должна иметь методы fit и predict. Мы это можем зафиксировать с помощью абстрактного класса. Любой трансформер, преобразование данных, должен иметь методы fit и transform. Тоже абстрактным классом мы это фиксируем, чтобы потом обязательно эти методы определить. Да, все так. Ну и последний сюжет, который я вам напомню. Значит, это дата класса. Это такая удобная штука. Часто нам, в общем-то, класс нужен не чтобы он что-то делал, а чтобы он просто хранил в себе какой-то набор переменных. Вот, например, мы хотим, чтобы у нас человек, да, просто это была такая большая жирная переменная, в которой хранилось имя, фамилия и возраст человека. Вот. Для этого мы можем создать класс, конечно. Вот так оно и будет выглядеть. Да, то есть мы создаем класс, у него есть конструктор, где мы все эти значения, собственно, присваиваем. Но это выглядит громоздко, да, для того, чтобы просто хранить три переменные, это выглядит громоздко. Вот. Мы можем для этого использовать дата класс. И он более симпатично определяется. Вот. Просто пишем дата класс. И создаем тот же самый класс. И здесь мы лишнего кода не пишем. Здесь единственное, очень важно написать типы. То есть что name – это строка, черный name – это строка, и возраст – это пинт. Вот здесь в данном случае типы надо писать. Вот. И тогда мы так довольно компактно, без лишних дублирований кода, создаем просто класс, содержащий какие-то данные. Мы ничего с ним не будем делать. Никаких методов у них не будет. Ну вот. Вот. Если аннотация там в большинстве случаев – это необязательная штука, аннотация типов, то здесь это нам нужно. Ну, почему так? Потому что… Тут дальше, в принципе, есть пояснение. Вот у дата класса у него там уже реализованы магические методы, там, REPR, STR и так далее. Вот. И если мы не знаем типов, то вот эти магические методы могут как-то не очень хорошо сработать, некорректно. Вот. Смотрите. Ну, REPR у нас уже реализован в дата классе, но, допустим, мы не хотим, чтобы у нас этот метод был реализован. Вот смотрите, вот здесь, когда мы создаем дата класс, REPR уже реализован. Вот он вот так вот выглядит. Видите, когда мы просто пишем персон, то мы получаем информацию о данном объекте вот в таком виде, в принципе, неплохом. Вот. Если мы не хотим эту информацию получить, мы можем создать дата класс и прямо в аргументах вот здесь написать, что мы не хотим, чтобы у нас метод REPR здесь был. Ну, тогда, значит, не будет метода REPR. Видите, теперь некрасиво у нас информация об объекте вылезает. Ну, тут есть какие-то тонкости свои. Можно дефолтные значения задавать у атрибутов. Важно, чтобы атрибуты с дефолтными значениями шли под конец. То есть можем по дефолту возраст задать. Значит, мы можем, в принципе, добавить какое-то дефолтное значение изменяемого объекта. Это может быть не всегда хорошо. Но, то есть, допустим, мы хотим создать список предметов, которые человек изучает. Это список, изменяемое значение. Ну, вот так, нужно хитро задавать через филд. Просто пустые скобочки задавать нельзя. Опять же, потому что, так как список изменяемый, то может так случиться, что мы создадим нескольких студентов, и они будут ссылаться на один и тот же список изучаемых предметов. Это будет плохо. Поэтому с этим аккуратнее. Ну, в общем-то, как будто бы все. Вот, тут много ссылочек на документацию, но вы все знаете, поэтому можете не читать. Вот к вам задание. Кто-нибудь, кстати, сделал его, может, уже? Ну, ладно. Или так. Сделали. Но если сделали, вы мне присылайте. Присылайте куда? В Телеграме присылайте, да? Прислала уже, дайте, посмотрю. А, да. Хорошо, я посмотрю. Обязательно примените к датасету, чтобы проверить, правильно ли работает. Значит, чего, лучше скриншот, конечно, но если ноутбук прислали, я тоже посмотрю. Еще раз, что нужно сделать? Собственно, реализовать логику, которая уже реализована для этих трансформеров, ну, самостоятельно, да? То есть мы создаем как раз абстрактный класс трансформер. То есть мы задаем, какие методы должны быть у любого преобразования данных. То есть любое преобразование должно обучиться. То есть обучиться, значит, мы определяем параметры нашего преобразования. Трансформер – это не обязательно кодировщик. Трансформер – это может быть… Кто у нас трансформер бывает еще? Нормализация данных. Когда мы вычитаем из колонки средний, делим на стандартное отклонение. Это тот же трансформер в каком-то смысле. Трансформер – это может быть заполнение пропусков. То есть мы, когда заполняем пропуски в колонке, например, медианой, мы сначала медиану должны посчитать, и это делается в методе фит. А потом мы заполняем пропуски в данных, вычисленные медианой. Это уже трансформер. То есть у нас обязательно должны быть фит и трансформер всегда. Собственно, мы задали абстрактный класс трансформер, который фиксирует, что эти методы должны быть. Ну и потом создаем класс label encoder в encoder, encoder в данном задании, который наследуется от абстрактного класса трансформер и, значит, обязаны содержать эти методы. Надо их реализовать. Потом создаем класс pipeline, который последовательно применяет сначала label encoder, потом one-code encoder. В pipeline обязательно должны быть методы fit-predict. Пайплайн, потому что обычно содержит в себе не только трансформацию данных, но и применение моделей. Поэтому там вот fit-predict. Ну и, наконец, когда мы все создали, проверяем, что все работает. Мы берем титаник и пытаемся закодировать категориальные колонки с помощью созданных нами классов. Вот. Уже кто-то прислал, я посмотрю, обязательно сегодня отвечу, все ли так. Вот. Сделайте это. Это уже все-таки какое-то применение ваших знаний к анализу данных. Это полезно. На самом деле, у вас есть большое преимущество перед всеми, что вы хорошо знаете питон. Это вам действительно облегчит жизнь. Ну, в этом курсе это не так будет видно, но в следующих курсах действительно вы имеете очень хорошее преимущество. Все тогда. Значит, спасибо, что пришли. В следующий раз, ну, во все следующие разы мы будем говорить про машинное обучение. Приходите. Обязательно приходите. Я очень рада вам. Все, давайте. Хорошего дня. Пока. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо за субтитры.